Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог Константин Рязанцев. И мы сегодня говорим о том, как сказка влияет на психологию человека, прежде всего, ребёнка. Потому что сказки мы начинаем читать в детском возрасте нашим детям. И нам тоже читали когда-то в детстве. И мы сегодня говорим о том, как с самого раннего детства через сказку в человеке закладывается его характер, его, собственно говоря, будущее отношение к жизни, то, как мы живём. Итак, Константин, каким же образом вот эти модели поведения сказочных героев переходят в жизнь вот простого ребёнка, простого человека? Потому что вся наша жизнь, если посмотреть, она состоит... По улицам ходят Золушки, Иваны Царевичи, Змеи Горынычи, Карабасы-Барабасы, Кащей Бессмертный. Особенно если это часто проецируют на руководство, на начальство. Бабки-Ёшки и так далее, гномики добрые, Иванушки-дурачки, прекрасные Марии-искусницы и так далее. Получается, что мы настолько впитываем вот эти сказочные образы, что мы что, потом продолжаем играть в эти роли всю оставшуюся жизнь? Так мы вообще, понимаете, мы вообще играем в роли, да? И вот прав был Вильям Шекспир, который говорил, что жизнь – это театр, и все мы в нём актёры. Понимаете, вот дело в том, что все наши вкусы, наши потребности, наши суждения о мире, они все являются нашими истинами. То есть на это повлияли родители, повлияла референтная группа, то есть люди, которые у нас оказывали эмоциональное воздействие какое-то. Поэтому всё, что мы сейчас имеем, да, это продукт влияния людей на нас. Такого комплексного влияния. Абсолютно верно. Где сказка занимает своё место. Да, сказка, конечно. Большое. Да, потому что, понимаете, вот человек, когда… Ведь что такое сказка? Если я вам опять же говорю про волка, что он агрессор, что он зубами щёлк, то у вас возникает к нему негативное отношение, вы хотите защитить там зайчика, да? И поэтому он вас вызывает, и это формирует дальнейшие отношения, понимаете? Возьмите вот, ну, хорошо, волк из дну погоди, например. Это же тоже, собственно, он гоняется за бедным зайцем. А зайц – это такой, значит, хитрый такой персонаж, который причём, ну, каким-то естественным образом, да, никак не сопротивляясь ему напрямую, да, какие-то возникают, ну, ответные создают среду, да, вот чтобы этого не было. Но вот если мы даже возьмём, например, вот утренник в детском саду, да, приходят там дети в масках, у одного зайчика, у другого там лиса. Это если они делали… А кто-то волк играет. Если они сделали по доброй воле, да, то вот, то есть, можно посмотреть, какой принцип архетип наиболее близок к ребёнку. Ну, конечно, воспитательность может сказать, там, Петя, у нас нет волка, ты будешь у нас волком, например, да? И вот помните, как фильм «Железьменная удача»? А Петя может сказать, я не хочу быть волком, я хочу быть белым зайчиком. А вы помните вот фильм «Железьменная удача», когда приходит, значит, археолог вот к этому в детский сад, там, где детский утренник, значит, Леонов выгодает для фортепиано, и выходит мальчик и говорит таким голосом. Я очень старый, я очень… Нет, я злой и сластный, селый волк, я воросятых знаю, я только… Но рычать он не мог. Да, это явно не волк, да? И вот, допустим, смотрите, вот есть определённые вещи, вот, например, скажем так, есть некое легкомысленноство. Давайте возьмём с вами архетип, вот, архетипическое поведение, да? А можно сначала узнать, что такое архетип? Архетип – это вот, согласно, скажем, этим, как бы, скользко скажу, занимался великий психолог Юнг, да? И архетип – это первый образ, который запечатлевает у человека в сознании. И вот архетипы, они практически… То, что осталось у ребёнка. При чтении сказки, там, образ волка, образ красной шапочки, образ, там, золушки. Ну, не только золушки. Вот, смотрите, вот, допустим, они бывают и личными, да, и даже этническими, да? Вот, допустим, у всех народов примерно одинаковое отношение к маме, да? К матери. То есть это человек, самый близкий, да, когда человек там падает со скалы, он кричит «мама!», потому что вот это уже давно у него бессознательно. Поэтому вот это вот архетип такой, да, то есть первый образ мамы, что такое мама для него, да? Поэтому это проносится через всю свою жизнь. Более того, поскольку мы передаём ребёнку какие-то знания, да, передача знаний в каком-то тенденциозном ключе, есть воспитание, правильно? Вот мы передаём, ведь ребёнок тоже знает уже, как относиться нужно к маме или к папе, потому что ему эта модель заложена. Ну, вот я даже приведу пример Джонатана Свифта, да, если мы берём с вами… Да, ну да, почему же? Авторские сказки тоже имеют место, да? И, кстати, они оказывают гораздо больше воздействия на ребёнка. Гораздо больше. Потому что они современные. Да, скажу даже историю о себе. Я где-то, значит, в детстве поймала себя на том, что мне вдруг стала нравиться сказочка «Русалочка» Андерсона. Да. Но я себя вовремя поймала. Ну, это понятно. Потому что, думаю, ну что ж такое? Ноги, ножки свои, значит, отдала, всё ему отдала, а он женился даже и не на ней. За что такое бедное? И всю жизнь она страдала с этими больными ногами, на которые она не могла наступить. Какая жертвенность! Сначала мне это так нравилось, а потом я подумала «Стоп! Это нехорошо!» А во имя чего? Совершенно верно. Во имя чего? Да, во имя чего. Вот именно, конечно. Это абсолютно никем, ну даже не то, что никем не оценено, главное, чтобы ей от этого было хорошо, но ей от этого плохо. Конечно, конечно. И никому от этого нехорошо, кроме принца. И вот, если наши телезрители, наверняка много из них найдётся, кто читал именно Жанатана Свифтова, вариант книги для взрослых, а не адаптированный вариант для детей, да? Вот там пишут о том, что лилипуты считают, что любовь к родителям, она не обязательна абсолютно. Их можно не любить. Почему? Потому что они, когда давали ребёнку жизнь, руководствовались вовсе не этими соображениями, а именно сексуальным вожделением, да? Вот, понимаете, вот есть, да, отношения. Немножко другое, да, воспитывается. И вот если мы берём с вами какие-то архитепические поведения, скажут герои, ну, возьмите красную шапочку, например, да? Это девочка, которая практически как бы легкомысленная. Она пошла в лес, да? Она ли легкомысленная? А мама, вы считаете, которая отправила своего ребёнка в лес? Мы же с вами говорили в начале нашего эфира, что у ребёнка формируется мировоззрение за счёт копирования поведения родителей. Конечно, мама изложила ту легкомысленность, несомненно, вы абсолютно правы. И она пошла в лес. Она делает очень много ненужных вещей, которых её не просят, да? Но в то же время она прекрасно понимает, что она, скажем так, у неё есть какое-то некое предопределение. Вот она встречает волка, да? А это в жизни такой, знаете, вот такой вот брутальный мужчина, который ей манипулирует, который её практически даже обижает в семейной жизни. Но она его терпит, потому что так вот полагается сделать. Единственное, какой-то естественный исход событий. Вы помните, как, собственно, ведь он её проглотил там, да, вместе с бабушкой? А потом был естественный ход событий. То есть, откуда не возникли вот эти вот дровосеки, которые как бы здесь были вовсе не в сюжете этой сказки, да? Или охотники там по некоторым сюжетам. То есть, понимаете, обязательно какое-то приходит спасение, да? Потому что сказка имеет определённые законы жанра, да? То есть, добро должно побеждать зло. Совершенно верно. И вот в этом плане, в общем, мне нравится, знаете, вот очень интересно, с точки зрения психологии, архетипическое поведение Мальвины. Вот интересно, знаете, вот девушка... Да, хорошо, а можно вот всё-таки, Константин, значит, итак, красная шапочка, вот модель поведения. То есть, давайте мы как-то констатируем это, зафиксируем. Итак, что это за модель поведения, в чём она выражается в жизни, то есть, если ребёнок в жизни, то есть, в детстве любил сказку «Красная шапочка» и просил родителей читать её по 15 раз в день в течение там скольких-то лет, и у него это всё в его, скажем так, подсознание ушло, и сознание тоже, то во взрослой жизни как это будет, в чём это будет выражаться? Ну вот, вырастет девочка, которая будет считать, что внутреннее саморазвитие является сверстепенным моментом в Жене, что, значит, главное, это как бы выполнить какую-то такую программу, которая ей предназначена как бы изначально судьбой, да? Ну, знаете, как... Ну, то есть, надо выйти замуж, так, в 20... Да, судьбу не уйдёшь, там, да, все так живут, да, и поэтому она как бы смиряется, да, вот с своей судьбой, то есть, она выходит замуж за волка, это, как правило, такой, знаете, характерный такой человек, альфа-самец, который там её бьёт иногда даже, понимаете? Ну, она как бы с этим смиряется, потому что это её судьба, понимаете? То есть, вот это некая покорная судьбе. А она не живёт в смысле о том, что придут волшебники, простите, охотники, и освободят её от этого волка? Нет, конечно, 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 но дело в том, что она... Но, конечно, никто не приходит и не освобождает. Но она, понимаете, она же в то же время реалист, да, и поэтому она как бы из зол выбирает меньше. Пока ещё такой принц и охотник не пришёл в её жизнь, да, а волк пока, как бы, с ней... А волк рядышком? Да, волк рядышком, понимаете? Он сам её нашёл, он её ждал в лесу, поджидал. Да, конечно, конечно, конечно. И вот, кстати, смотрите, вот, Татьяна, я хочу про Мальвину рассказать, да? А давайте перейдём к Мальвине. Смотрите, Мальвина – это девушка с голубыми глазами. В принципе, если вот в психологии есть очень интересный тест, называется тест Лю Шера. Тест, который показывает вам ваше эмоциональное состояние, например, на момент тестирования, да? Ну, самый простой вариант – восьмицветовой тест, когда вы выбираете цвет, квадратик, да, исходя из вашего настроения, и там идёт расшифровка. Вот практически голубой цвет является показателем того, что у вас есть в вашем внутреннем мире доминанта интеллектуального развития, да? То есть люди, которые выбирают часто голубой цвет, они, ну, не в одежде, допустим, а просто, скажем так, вот в интерьере, они, люди достаточно развитые. У них очень развита интеллектуальная часть его, скажем так, мыслительные функции. Я бы сказала, интеллектуальное и романтическое начало, потому что в английском языке даже есть такой термин, да, и даже огромное количество, скажем так, музыкальных произведений посвящено именно вот этому голубому, да, голубому цвету, и это считается сочетанием интеллекта с романтизмом. Да, но дело в том, что… Лёгкой грустью. Да, несмотря на это, вот Мальвина, она является таким, знаете, вот прагматиком, да, если мы, я даже не… Такая отличница, да, такая пожизненная. Да, вы знаете, я не берусь её, допустим, да, причислять к такому психотипу, как шизоиды, да, вот у Карла Леонгарда есть такая классификация, да, но она, понимаете, она скорее, наверное, даже ближе к эпилептоидам, она как бы жизнь, она раскладывает по полочкам, и тем самым её превращает просто в рутину, понимаете, вот. Она знает, что через год она сделает ремонт в квартире, значит, там, сейчас она купит себе какие-то туфли, она уже где-то отложила сумму на покупку там какого-то телевизора и так далее. И вот, понимаете, она жизнь превращает в рутину, она становится для неё достаточно тупиковой, и вот ей нужен какой-то свежий воздух, понимаете, чтобы в её жизнь ворвался какой-то хулиган, понимаете, причём вот Буратино, то есть это такой плохой парень, озорной, причём… Легкомысленный такой, да, какой-то такой… Ну ведь мы знаем, что Буратино никогда не делает никому ничего плохого, да, он в то же время, понимаете, он гуманист, он даже, понимаете, вот у него есть такое небинарное поведение, как правило, вот если хороший или плохой человек, он как бы себя ведёт в связи нейтрально, правильно, он выходит из ситуации, но вот эта его, значит, вот эта вот его дурашливость, да, его вот эта вот эмоциональная… Такое лёгкое отношение, да, открытость, да, делает его очень симпатичным героем, да, и вот он нужен Мальвине, вот это вот очень хороший, практически возникает очень хороший такой вот альянс. Потому что они взаимодоположны, а он является её эмоциональной разгрузкой. Да, а Пьеро, который в неё совершенно жутко влюблён, с Артемоном. Ой, вы знаете, это вот, понимаете, вот есть… Собачкой Артемоном. Просто сейчас мы как бы, не тема нашей сегодняшней эфиры, да, но есть, например, вот психология понятия комплекса Адели, да. Но это же тоже сказочный герой. Ну, понятно, да, понимаете, то что… Раз мы говорим о том, что Мальвине нужен Буратино, то есть вот такому психотипу женщины или девушки нужен такой хулиган, как Буратино в жизни, а рядом с ней оказывается Пьеро, который пишет ей стихи, бьёт слёзы, и что… А он ей, получается, такой не нужен совсем. Конечно, потому что, понимаете, что села, тогда она превращается в некую маму, да. Вот если бы мы сейчас сказали про отношения, скажем, Мальвина и Пьеро, да, а он, скажем так, низкоранговый самец в этой сказке, понимаете, он является неким таким вот… Ну, он не борец, абсолютно. Он не борец, абсолютно. Он не борец. Вот помните, там был такой вот Орликин, такой персонаж, да, который с него там бил, щёлкал полностью, потому что он был, видите, он был такой вот заводной, значит, такой, знаете, даже внутренний лидер всей этой команды. Ну, как в итальянской сказке, так эти персонажи такими являются. Ну, вот знаете, что, вот вы сейчас упомянули, если мы берём отношения Мальвина и Пьеро, то мы тогда сейчас с вами, я сейчас плавно перейти в другое сравнение. Мы сейчас перейдём к вами к Каю и, значит, Герда. Кай, Нежная Королева. Абсолютно верно. Так, это модель поведения, так, хорошо. Вот это очень интересная модель поведения. То есть, смотрите, значит, подводим итог. Если ты Мальвина, да, то тебе нужен Буратино, а не Пьеро. Конечно. И не Орликин. Да, понимаете, нужен человек, который… Вот смотрите, дело в том, что есть так называемый треугольник счастья человека, да. Значит, если мы рисуем треугольник равнобедренный, просто равносторонний на бумаге, что будет в его вершинах? Значит, первое – это будет отношения, потом материальные составляющие и здоровье. То есть, как бы, грубо говоря, здоровье, секс и деньги, да, ну, если так упрощаем. В этом плане мы ничем от животных не отличаемся, потому что мы… Ну, у животных тоже размножение, вместо денег и еда. Это сейчас, утверждают все учёные. Совершенно верно. Особенно в таких вот стрессовых ситуациях мы ведём себя… У нас даже организм работает, как в животном мире. Абсолютно верно. И вот поэтому, понимаете, когда у человека один из вершин отваливается, допустим, нет у него здоровья, то у него не будет и денег, не будет и секса. Нет секса, он будет об этом думать, не будет мешать, не будет денег, не будет здоровья. Понимаете, не будет денег, не будет ни того, ни другого, понимаете? А здоровье вообще… И вот дело в том, что когда Мальвина, допустим, концентрируется на каких-то своих вот этих вот эпилептоидных планах, она делает всё по 5 часам, ей необходим, понимаете, какой-то вот такой дезорганизующий момент, который её, опять же, возвращает к практике какого-то анализа. Представляете, допустим, что такое возвращение к практике анализа? Вот если какой-то человек сидит, например, там, не знаю, уровня Иоганна Себастьяна Баха, пишет музыку, и тут в этот момент подходит какой-то мальчик и дёргивает его, говорит, поиграй со мной, например, там, да? То есть он вроде как не может сейчас играть, но в то же время разгрузился, понимаете? Может быть, сейчас он потом, да, когда сядет за свой орган, он посмотрит на эту проблему совершенно по-другому, потому что у него произошла расшизовка. Вы, наверное, себя отловили на мысль, когда вот вы допоздна работаете... Вы о чём-то зациклены, да? И вот вы ходите, допустим, да, и вам очень трудно вступить в разговор с человеком, да? Вот тут уже, знаете, что сделать? Первый такой практический приём – удивиться. Ух ты! Боже мой! Перебить ситуацию, да? Да, совершенно верно. Вот перебивает ситуацию. И вот, смотрите, вот та же самая Герда, да? Это вот такая, знаете, очень... Итак, снежная королева. Да, снежная королева, да. Герда. Герда, она очень деятельный человек, это, знаете, женщина-лидер. То есть вот это... Вот не тот сам лидер, который хочет им быть, как бы, да, потому что у неё какие-то психокомплексы, да? Это вот, если мы берём теорию Адлера, он считал, что все лидеры, которые хотят быть лидерами, это люди с большими психокомплексами. Но если жизнь... Вот бывает ситуативное лидерство. Например, взять себе, что, скажем, женщине, не дай бог, никому, конечно, не пожелаю, женщина, скажем так, рано теряет мужа, и остаётся на руках, допустим, с маленьким ребёнком. Она ситуативна, просто обязана быть лидером, чтобы поддержать семью. И вот Герда в данном случае, она такой лидер, она, значит, везде на бой... Ситуативный лидер. Да, ситуативный. Потому что снежная королева украла её друга. И вот, да, и у неё, понимаете, у неё, как у лидера, опять же, да, у неё есть определённая цель, которая, опять же, закрывает ей широкое мировоззрение. Если бы она подвергла бы анализу, ради кого она совершала все эти подвиги? Там, побывала в руках у разбойников, там, ей прямо подарили оленя, там, да, так далее. Значит, она там шла через эту пургу. Фактически она на север, понимаете, как в 3-9-е царство. Ну, как вот, знаете, жён декабристов, да? Вот такой вот пример. Но вот если бы она прогнозировала, что такое из себя представляет Кай, понимаете? Это просто инфантильный человек, инфантильный мужчина, который, значит, вот поучни напоминает мне Уильфа Петрова и Василия Лоханкина, который, понимаете, там кричал, я обладать тебе хочу, Варвара, да? Но всё время лежал на диване. Вот там секли за какие-то, не знаю, за какие там провинности убили, я уже не помню, вот на кухне. Да, но что-то там не сделал, или свет там хоть не выключил. Вот, понимаете, вот он может складывать какие-то там вечность, да? Такой, если здесь складывать из кубиков слово вечность. И вот такой мужчина, как бы, понимаете, вот у неё как бы есть, да? Дело у него есть какое-то своё? Да, дело. Но, значит, такая женщина обычно говорит, ну ладно, ты иди чем-нибудь займись, только не опасно. Ты там руки себе не порежь, да? Или не обожгись там об утюг, да? Или там не занози тебе палец лапшой, да? Главное, чтобы ты был. Да, главное, чтобы ты был, понимаете? Потому что она в данном случае вот живёт вот в этом треугольнике, да? И вот мужчина, который, он необходимый, отношения просто необходимы, да? Она в то же время, да, она занимается вот каким-то достигаторством по жизни. Представьте себе, например, вы, например, встречали, что бывают такие вот мезальянсы, неравные браки. В среде науки. Потому что вот человек, он занимается как бы наукой, да? А вот жена как бы является, ну, дополнением таким органичным. Ну, человек, это должна быть семья, должен быть ребёнок, да? И вот, понимаете, они как бы даже мало общаются. Я помню даже своего отца. У меня отец, так сказать, он же у меня академик, да? Я помню с детства вот его спину, он всё время что-то печатал на машинке. Понимаете? Потому что вот он человек, который просто вот, ну, у него цель. У него было дело, да, дело в жизни. Понимаете, да, конечно. Остальные должны не мешать, а помогать. Да. Идти параллельно. Что мы верны. И создавать условия. То есть Герда говорит, ты займись только чем-нибудь безопасным. Только ради бога, где там что-нибудь такое поделай, да? А я буду дальше мир спасать. Вот-вот-вот очень интересно, да. Прекрасно. У нас не так много времени, кстати, какие ещё есть такие психотипы? Вот, допустим, Иван Царевич там и Иван Дурак. Вот давайте очень коротко. Мы должны, да, вот, да, всё-таки. Вот, понимаете, вот очень загадочный архетипт Иван Дурак. То есть человек, который явно дефективен. Который, да, но который потом оказывается вовсе даже и не дураком. Совершенно верно. Значит, он оказывается не дураком, но у него, понимаете, у него возникает следующий момент. Этот как раз персонаж, он трансформируется под влиянием обстоятельств. Понимаете, вот изначально, значит, к нему вызывается некая симпатия. Почему? Ну, знаете, не секрет, что люди хотят, скажем, стремятся к какой-то праздности, да? К энергетической стабильности, да? Конечно, приятнее лежать. Ну, типа царство лежа на печи, то есть, чтобы ничего не делалось. Но всё по щучьему велению и по просьбе золотой рыбки всё происходило. Совершенно верно. И поэтому возникает что? Поскольку у меня в жизни ничего не возникает по щучьему велению, да? Значит, никто не даёт мне царствовать на боку, вот, никто не считал коряку. Значит, соответственно, я оправдываю своё состояние маргинальное с помощью того, что мне просто не везёт. И у меня формируется зависть к тем, что, значит, кто-то чего-то достигает, да? Понимаете, вот опять же, да, там Папа Карло же работал-работал и выстрогал Буратино, да? То есть, вот как бы он поработал на этой почве. А тут, понимаете, вот несправедливость жизни, я лежу на печи, да, ничего не происходит, или происходят какие-то вещи. Почему это происходит только со мной и так далее, да? Вот, но опять же, вы заметите, что Иван-дурак становится как бы умным и, ну, он же в силу стечения обстоятельств становится. То есть, это что означает? То есть, он преодолевает какие-то препятствия, да, начинает. Ну, это складывается, это складывается. А потом, вы же знаете, что Иван-дурака, как правило, всегда какие-то помощники его окружают, там, приходит волк и говорит ему там каким-то там человеческим голосом, да? Причём совершает какие-то бессмысленные вещи. Вот он, понимаете, вот как бы он на коне приезжает, выходит волк и загрызает его коня и говорит, тебе же было написано, что, допустим, не ездя направо, ты коня потеряешь, да? А он поехал, понимаете, причём он делает импульсивные действия, его спрашивают, ты корабль строить умеешь? Нет. А чего идёшь? А, будь что будет, понимаете? То есть, авось и небось. А вот что такое авось и небось? Это, кстати, команда бессознательного, понимаете? Человек как бы делегирует решение какой-то ситуации на интуитивном уровне. А поскольку, вот, видимо, раньше, да, ведь чем мы дальше развиваемся, как цивилизация, тем больше мы становимся какими? Технократичными, да? Поэтому мы мыслим левым полушарием. У нас Excel, калькулятор, формулы, понимаете? А вот там как раз, ведь что такое собственная интуиция человека? Это тренированное бессознательное, грубо говоря. И вот показано, что сила вот этой вот его веры, предчувствия, она его спасает, понимаете? То есть, нужно просто вот как бы верить в себя, да? И вот отсюда, действительно, когда делается программирование, вот какой-то ситуации, это я делаю тоже со своими клиентами, то ресурсы появляются буквально из воздуха, понимаете? Вот особенно, когда человек отпускает ситуацию. Вот, по-моему, даже Раневская сказала в своё время, что у человека всё сбывается в жизни, стоит только расхотеть. Понимаете, Фаина Раневская, она вообще была гениальна у человека, да? Конечно, конечно. Хорошо, очень интересно, конечно, но подводя итог сказанному, что делать-то, в общем-то, собственно, какие сказки читать детям и, может быть, родителям как-то комментировать эти сказки? Совершенно верно. Вот сказки должны читаться детям тоже ситуативно. Ведь родителям, понимаете, что я сделаю? Сейчас так устроена наша жизнь, да? Что мы часто начинаем ассоциировать воспитание нашего ребёнка с воспитанием, которое в нас когда-то заложило, да? А ведь вы знаете, что никогда лёгких времён не было. Родители работали, да? Они редко появлялись дома, все были на производстве, все были привязаны к гудку, которую там на завод всех звал, да? Или там дымят мартеновские печи, или ночью дымят они, да? И вот, понимаете, папка приходит с работы усталый, да? А ещё иногда, как говорится, расслабившийся, да? Конечно, он не будет заниматься психоанализом и выявлять, какие поведенческие элементы сказочные влияют на формирование психики его чада. Конечно, я об этом сказала в самом начале, что родители об этом не задумываются. Ну, смотрите, допустим, есть у мальчика, допустим, склонность к агрессии какая-то, да? А как? Ну, там жуков начинает давить, допустим, да? Просто из злости, да? Вот ему можно почитать какую-то сказку, где показано, что добро, да? Вот, скажем так, даже пассивное, оно побеждает агрессию, понимаете? Вот, если, например, мальчик ленивый, нужно ему сказать, что вот есть сказка, да, какая-то, ну, не знаю, вот. Вот, смотрите, вот, допустим, возьмём Зигфрида, да? Вот он, например, победил дракона, убил дракона. Древнегреческий. Нет, Зигфрида это германский. Ой, простите, да, это немецкая мифология. Значит, он, допустим, он победил дракона, искупался в его крови и стал неуязвим. Ну, чтобы стать неуязвимым, нужно было, по крайней мере, дракона победить, правильно? Правда, там маленькая деталь была. А ты должен быть драконом, а надо быть хорошим воином. Там, правда, деталь маленькая была. Пока он купался в крови, у него листик дубовый прилип между лопатками. Это было его уязвимое место, которое он знал только его жена, Кримхельда. Потом его же убили вот копьём, да, исходя из этого мифологии. Но там нужно было что-то заработать, понимаете? Хочешь, допустим, жену, принеси мне молодильные яблочки, да? Укради, возьми, там, да? Вот как, в какой там сказке, там, жар птица, там, всё это воровали, там, где-то. Понимаете? Ну, это во многих русских сказок. Да, 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 да. Но это что означает? Достигай свою цель любой ценой, понимаете? Так это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Потому что человек, который... А любая цена? Нет. Это цель оправдывает средства? Нет, я понимаю. Но это сказал Никола Макеавелли. Ага. Он был человеком очень умным. А когда, если мы говорим про теорию, психологическую цель и полагание, там есть маленький пункт, что цель должна быть экологична, понимаете? Если цель ваша достигать за счёт того, что вы пересекаете интересы других людей, там, убиваете, сжигаете, это, конечно, это очень плохо, да? Как, например, в Библии описано, когда Гедеон увидел, допустим, пастбище тучное и решил, что это его будет земля, да? Он убивал там всех стариков, женщин и детей, да? Это не экологично. Это меньше Гедеона, понимаете? Не экологично, конечно, да? А когда ты просто залез в чужой сад, сорвал молодильные яблоки, которые там висят, никому не нужные, тогда это нормально. В психологии есть такое понятие, что каждое действие человека имеет в себе позитивный, побудительный мотив, да? Вот, допустим, человек ворует хлеб из лавки, да, разбивая витрину. Он хочет накормить детей. А он хочет, например, спасти кого-то человека, там, жену себе приобрести и так далее. Конечно. Заканчиваем нашу программу, господин, может быть, стоит продолжить ещё эту тему, надо будет подумать над этим. Интересная тема, да. Тем более, что мы очень много других, как бы так, моделей не охватили. Ну, так всё... Золушка, оленький цветочек и так далее. Да, подводя это, что бы вы могли сказать, посоветовать родителям, как профессиональный психолог, как специалист, буквально два слова на заканчивание. Значит, если мы воспитываем девочку, то я бы больше делал акцент на сказки, где воспитывается вот это именно женское начало, да? Да, где есть забота, любовь. Например, допустим, забота и любовь. Волк и семеро козлят, например, да? Да. Когда мама, например, да, приобрет... Какие-то действия, да? Время. Если мальчик, то, соответственно, мы берём сказки, которые воспитывают достигаторство, чтобы мальчик стал мужчиной, содержателем семьи, хорошим мужем и отцом, который всегда даёт семье защиту и продвижение. Да. Тогда это и будет мудрость сказки и её воспитательная роль, которая окажет положительное влияние. Отфильтровывайте. Отфильтровывайте сюжеты сказок. Это очень сильно влияет на ваших детей. Ну что, спасибо огромное за сегодняшний рассказ, дорогие друзья. Читайте ваши сказки своим детям с большим удовольствием, но думая о том, что вы читаете. Помните об этом ещё и о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны. Ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы.